Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Самарская детская музыкальная школа имени Чайковского признана победителем общероссийского конкурса 50 лучших детских школ искусств. А преподаватель по классу хора Екатерина Попова стала лучшей среди коллег. И в нашей студии победители и профессионалы. Директор детской музыкальной школы имени Чайковского и заслуженный деятель культуры Российской Федерации Вера Бодрова и преподаватель Екатерина Попова. Говорим об образовании в сфере культуры и искусства. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Вера Александровна, Екатерина Александровна. Расскажите, пожалуйста, про этот конкурс. Что это за конкурс? Какого он масштаба? И кто там принимал участие? Это общероссийский мегапроект «Одаренные дети и молодежь 2015». Приняли участие в этом конкурсе из 83 регионов России около 50 регионов. В победители вышли 40 регионов. В том числе вышли мы в победители. Но чтобы попасть в этот конкурс, каким образом мы туда попали, надо было представить очень много материалов по всем направлениям работы школы, причем на очень таком высоком уровне. А вот работы за год или вообще за какой-то период времени работы? Ну, минимум 3-5. А, понятно. Минимум 3-5. Мы все это представили. Мы представили концепцию развития, мы представили образовательные программы с достижениями, а достижений у нас очень много по всем образовательным программам. Мы представили там статистику и, самое главное, фильм о школе и концерт. Обязательно концерт. Ну вот, по всем этим показателям мы прошли и вышли в победители. 50 лучших школ России. Да, звание, конечно, такое почетное. Почетное звание. Школа огромное количество. Да, нам еще 100 тысяч. Это вот как премия, да? Да, премия. Вот я только хотела сказать, а что же за участие и за победу? 100 тысяч. Школа получила 100 тысяч. Ну, это замечательно. Ну, мы вас, конечно, поздравляем. Скажите, пожалуйста, Екатерина Александровна, как долго вы работаете уже в школе? И вообще вот очень интересен выбор вашей профессии. Хармейстер. Как это произошло? Ну, работаю я уже 11-й год в школе. А выбор, ну, наверное, все началось с музыкальной школы. То есть сначала музыкальная школа, потом как-то так незаметно поступила в музыкальное училище. И, честно говоря, не сразу поняла, насколько это интересно. А когда поняла, не смогла? А в какой-то момент, да, вот это полностью меня захватило. Ну, уже 10 лет стажа есть. Скажите, что позволило вам участвовать в этом конкурсе? Какие достижения? Ну, различные международные всероссийские конкурсы. Вы до этого уже много участвовали? Да, мы много участвовали. Мы начали с Казани, попробовали свои силы. Ну, до Казани мы выступали как бы и в Самаре, и в Самарской области. А выехали в первый раз мы в Казань. И там заняли первое место. И потом решили, что мы, наверное, можем попробовать, рискнуть, поехать дальше. И поехали уже тогда. Был чемпионат Европы в Австрии. И мы привезли туда серьезную программу. Для нас это был первый опыт. Очень такой был волнительный. И получили золото. Да. А потом уже, исходя из этого чемпионата, были допущены к Олимпийским хоровым играм, которые проходили, которые проходят раз в два года по всему миру. То есть это и в Америке, и в Китае, и в Германии. И в этот раз они проходили в Латвии, в Риге. И вот мы поехали и привезли уже серебряную медаль. Понятно. Вера Александровна, сегодня детская ваша музыкальная школа что из себя представляет? Какой преподавательский состав? В каких проектах еще участвуете? Вот чтобы мы понимали, что это лучшая школа, одна из 50 России. Это 370 учащихся, 46 преподавателей, преподаватели все с высшим образованием, 87% с высшим образованием, 76% высшая первая категория. В школе по 12 специализациям преподавание идет, и в школе 12 творческих коллективов. Из этих коллективов 6 имеют звание образцовое. Все коллективы принимают участие в конкурсах, и все получают всегда очень высокие награды. У нас очень широкая галерея стипендиатов. Наши дети имеют и гранд-президента, и стипендии Министерства культуры, и Министерства образования, и Фонда культуры и гинематографии, и стипендии, именные премии губернатора области, стипендии главы города. Таких учащихся у нас около 30. Четыре ученика у нас вошли в золотую книгу «Молодые дарования Самарской губернии». Скажите, пожалуйста, а вот легко попасть в вашу школу? Или идет такой довольно жесткий отбор? Вот какие критерии важны? Сейчас жесткого отбора ни в одну школу нет, и в школу Чайковского в том числе, но контингент у нас всегда стабильный, 370 человек, и даже есть кандидаты. Где-то в сентябре у нас всегда порядка 10 есть кандидаты. Екатерина Александровна, а вот работа с хором, есть же какая-то своя специфика? Потому что есть солисты, да, а есть дети, которые должны работать в хоре. Вот какая специфика? И у вас своя личная методика какая-то выработалась уже за это время? Ну, хоромейстер — это такая смесь такого диктаторства и любви, я бы так сказала. Потому что ты тут и начальник, и режиссер, и актер, и это такие партнерские отношения всегда. То есть если ты что-то хочешь, в чем ты хочешь убедить детей, это всегда должно быть аргументировано, убедительно, потому что дети должны понимать, что они не пешки в руках взрослого человека, это очень тонкий, хрупкий организм, с которыми нужно считаться. И особенно подростки, с которыми я работаю, такой срез достаточно чувствительный. И тут, конечно, только с открытым сердцем. Скажите, пожалуйста, вот дети, когда поют в хоре, они должны слышать других? Или это не их задача? Вот они должны сами правильно, хорошо петь, и все. Других поющих? Да. Однозначно. Нужно, да? Да, это называется хоровой ансамбль. Они обязательно должны слышать. То есть если они не слышат, значит, они плохо поют. Так, а вот есть такие дети, которые не способны слышать, как-то выбиваются, и приходится, в общем-то, от них, наверное, отказываться. Или нет? Или это в любом случае? Вы знаете, мы дорожим каждым ребенком, потому что это не так просто создать коллектив, и из десяти человек это не хор. И поэтому, конечно, мы стараемся научить максимально, что вот можно выжить из ребенка, чтобы он мог существовать в коллективе. Ну, конечно, самым главным критерием является музыкальный слух. Да. А в жизни вот это вот умение работать в хоре, в таком ансамбле, да, хоровом, оно что-то дает ребенку? Вот эти умения, они вот важны, пригождаются или нет? Ну, конечно, это коммуникативность, это умение договариваться, чувство локтя, общаться. И, вы знаете, вот, как бы вот замечая, да, вот это вот все, могу подчеркнуть, что если это делать вот без какой-то вот искренности, без открытого сердца, то знания не закрепятся у ребенка. Он закончит школу, выплюнет эти знания, и никогда не останется у него ничего внутри. Вера Александровна, скажите, пожалуйста, вот создать такой коллектив, вот, это очень, наверное, большая, кропотливая работа, и я знаю, что у вас особое направление по работе с одаренными детьми. Вот как вы его развиваете? Потому что как его отыскать, правильно воспитать, раскрыть все его вот таланты? Да, особое внимание мы уделяем одаренным детям. Я уже сказала, что мы их делегируем на получение стипензий, и они очень много принимают участие в конкурсах. Вот за два последних года у нас приняли участие в конкурсах 354 ученика. Вот они сами с удовольствием участвуют. С удовольствием участвуют, с удовольствием. Конечно, подготовка очень большая проводится. И конкурсы самых различных уровней, самых различных. Начиная, мы уж это и не считаем, там, районные, городские, и заканчиваем международными. Мы очень много принимаем в российских международных конкурсах. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Маргарита спрашивает, какое оптимальное количество человек в хоре, и какие требования, способности, чтобы мой ребенок попал в ваш хор, необходимы? Вот еще важны ли вокальные данные? Ну, наверное, важны. Ну, конечно, это синтез, понимаете. Тут много можно учитывать качеств, но и личностных тоже. Прослушивание идет, конечно. Конечно, да. Прослушивание при поступлении в музыкальную школу идет. Проверяется наличие слуха, чувство ритма. А в хоровом коллективе уже, как бы, ребенок находится и вот учится. Но сразу в этот хор «Гармония» никто не попадет. Дети проходят через колокольчик. Да. Потом это самый хор первоклассный. Это начальная звена. Потом через хор младших классов, средних классов, и только потом попадает в этот хор «Гармония». Да, именно потому что репертуар в старшем хоре «Гармония», он, конечно, не для маленьких детей. Он достаточно высокий. Да, и, наверное, работаете со смыслами произведений тоже. И со смыслами, и технически они очень сложные. Поэтому хотя бы с 10 лет. Но дети в хор у нас бегут. И если даже когда-то я прошу ребенка где-то в другом месте принять участие и говорю, я тебе разрешаю завтра не прийти на хор, ты только сделай мне вот это, вот это, вот это. Так этот ребенок мне говорит, нет, я не могу. Хор я просустить не могу. Но это вот эта заслуга тоже Екатерины Александровны. Конечно, и вы знаете, вот после занятий в этом хоре и вообще просто в музыкальной школе, вот кто заканчивает музыкальную школу, дети, если даже не продолжают дальше музыкальное образование, они приобретают у нас много очень разных компетенций. И они в любой другой отрасли, конечно, намного успешнее, чем дети без музыкальных школ. Конечно, развивается вот эта творческая составляющая. Это такая прививка, прививка культуры, воспитания. Да, ну вообще вот сегодня модное понятие креативность, да, ну что, как не творчество дает вот этот креатив, широту. Ну, вы знаете, даже не креативность, а духовная наполненность. Потому что, да, все-таки музыкальная школа, она, конечно, духовно наполняет ребенка. Ну, чтобы иметь большее представление о вашей школе, давайте посмотрим фотографии и попросим вас прокомментировать, чтобы видеть уже, что это за школа. Вот это что такое? Это ансамбль Дамристов, образцовый художественный коллектив, ансамбль Дамристов «Сувенир». Руководит этим ансамблем Калашникова Ольга Ильинична. Это мы концерт в социуме с праздником, с каким-то там праздником. Мы очень большую работу проводим в социуме. Вот на городских площадках во время праздников делаете, да, выступаете? Обязательно. Во-первых, мы пишем соцпроекты, мы их выигрываем. И эти конкурсы социальных проектов проводит у нас КНПЗ завод. Это фольклорный ансамбль, тоже образцовый художественный коллектив, фольклорный ансамбль. Ну сколько направлений у вас. Поразительно. Да. Вот знаете, такой немаловажный вопрос. Это вот хор. Ой, красота. Гармония. Да, мы еще его сегодня услышим. Да. А сколько у вас человек, вот был вопрос про оптимальное количество, есть такое понятие, что вот количество участников хора, или оно может быть разным? Ну нет, оно может быть, конечно, разным. А для вас оптимальное какое? Это средний хор. Ой, я такая жадная, насытная. Чем больше, тем лучше. Ну, вы знаете, просто на международном, когда мы выезжаем, да, на международных сценах, вот китайцы представляют, они стоят, да, их 60 человек. И, конечно, звучание при этом. Да, мощнее. Да, дыхание, которое никогда не заканчивается, оно... Да, понятно. В общем, мы увидели вот замечательные фотографии и разнообразные костюмы. Вот я хотела как раз поинтересоваться. Костюмы, инструменты, это же такая головная боль. Да. Чтобы представить, нужно на хороших инструментах, в хороших костюмах. Как вы решаете вот эти задачи? Мы решаем, ну, во-первых, нам, конечно, оказывают поддержку Большой департамент культуры. Потом мы выигрываем соцпроекты, про которые я говорила. Гранты, да? Гранты и дополнительное финансирование, может, за последние годы получилось у нас 1 миллион 300 тысяч. Ну, хорошо. Да. Мы вот эти деньги и тратим, и костюмы, а потом у нас же поездки, мы же катаемся очень много. Мы в Австрию съездили, в Ригу съездили, в Казань съездили. Это же все. Да, конечно. Финансируем. Да, сейчас мы шьем новые костюмы. Для нас это такой новый этап. Нет, у нас просто есть одни костюмы, они как бы зимние, теплые. А так как мы планируем ехать сейчас в лето на конкурс, нам хочется, чтобы у нас были новые... Новые костюмы. Поддержку нам опять заказывает департамент, наш любимый департамент культуры. Вот, знаете, какое-то время назад говорили, что вот культура раньше была на высоком уровне, все слушали классическую музыку, все, в общем, занимались саморазвитием, все слушали. Потом все это ушло. Как я понимаю, вам удается сохранять вот эти традиции, чтобы все было на уровне. Вот у вас принципиально важно для вас, вот как директора, руководителя школы, что вот в этом направлении, сферы культуры и искусства, вот как вам кажется, какие направления? Ну, вы правильно сказали, что нам удается сохранить. Во-первых, чем наша школа отличается? Вот действительно отличается от других, да, почему вы лучше? Ну, скажу. Ну, такая школа, конечно, не одна в нашем городе, таких школ несколько в нашем городе, что у нас дети занимаются, каждый имеет инструмент вот по специализациям. У нас нет каких-то там общеэстетических отделений, все. У нас каждый ребенок имеет свой инструмент и занимается на 12 музыкальных инструментах. Это очень тяжело, очень сложно. Понимаете, вот сегодня дети очень любят петь и танцевать. Ну, это дам в моде, все поют и танцуют в телевизоре. Ну, и потом это полегче, чем играть на фортепиано. Фортепиано, игра на фортепиано, это колоссальный труд. Вот вы так сказали, я поняла, вот вы тоже, наверное, играли на фортепиано, нет? Мы все играли. Вот так прочувствовала про фортепиано именно, что, наверное... Это труд, это трудно. А детям, конечно, лучше попеть, потанцевать. Но у нас этого, к сожалению, нет. А как происходит выбор инструмента музыкального ребенком? Вот дети приходят вместе с родителем. В каком вот возрасте они к вам обращаются? Ну, некоторые сами сразу определяются, называют. А если нет, вот пришел просто... А мы показываем инструменты, мы вводим по классам, для них играют, и они определяются. Да, а вот такой поток... Вот сегодня вот идет прием в первый класс. А к вам вот как можно попасть? Какая у вас система попадания в музыкальную школу? Вот что нужно сделать? Прийти к первому сентября ближе или заранее все это делается? Вот как это вот? Это все заранее. В апреле мы объявляем конкурс, это прием. Мы принимаем документы, и в конце мая у нас экзамен. Еще вот вы сказали про различные проекты, по-моему, даже социальные проекты у вас. Да. Вот социально значимые проекты, что это в вашем понимании? Почему вы откликаетесь на них? Вот с участием детей, ваших коллективов? В первых у нас охват идет учащихся общеобразовательных школ. И такие проекты, понимаете, вот сейчас очень большое внимание уделяется воспитанию патриотических качеств. Вот у нас такой проект, как, например, «Воспитать патриота России». Вот этот проект, мы там и конференцию провели. У нас приняли участие много хоровых коллективов. То есть откликаетесь и считаете, что это важно, да? Это очень важно, очень важно. Екатерина Александровна, а у вас есть вот ваши произведения патриотические в вашем хоре? У нас они есть, неизбежно, потому что в нашем хоре есть дети, которые состоят в составе хора России. А хор России, он исполняет именно патриотические песни в том числе. Это многочисленный советский такой вот... Именно советский? Советский, да. А это же как бы в то время очень было массово... Провень повышен, да, вот отношение. Массовые песни, да. И они замечательные, эти песни. Что плохого в советской песне, в которой есть такие замечательные слова? Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. И дети с искренностью поют. И мне кажется, что это такое некое предубеждение о том, что советские песни каким-то образом не нравятся детям. Они выросли из них, они не современные. Как я уже говорила, весь ответ на самом деле в глазах детей. И они с удовольствием их поют. Прекрасно. Сейчас вот этот самый мощный проект хорового общества всероссийского – это сводный хор под руководством Валерия Гергиева. Наши 10 девочек представляют в этом хоре Приволжский федеральный округ. Они приняли участие уже в трех проектах. Это в Санкт-Петербурге выступали в Мариинском театре. Они пели на закрытии Олимпиады в Сочи. Они были пели на Дне России в Симферополе и в Ялте. За это были награждены путевками в Крым. В Артек. Ой, в Крым, в Артек. А сейчас они принимают, вот примут участие в четвертом проекте. 19 декабря мы их провожаем на двухэтажном поезде в Москву. Они будут петь в Кремле, в Кремлевском дворце, на Совете по культуре при президенте России. Да, ну вот мы уже много говорим про ваш хор с удивительно красивым названием «Гармония». Вот эта вот гармония, она должна быть, да, конечно, вот здесь есть несколько смыслов для хора, да. Все должны быть гармонично настроены друг к другу. Давайте послушаем фрагмент выступления, чтобы убедиться, что это действительно все гармонично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Гармония» 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 Скажите, пожалуйста, вот детская музыкальная школа имени Чайковского очень громко звучит, но мы привыкли к системе школа, номер там такая-то. Почему вы отошли от этого? Как это произошло? Раньше наша школа была номер пять. Да, вот в том-то и дело. Конечно, эта пятерка нас ко многому очень обязывала. Мы старались все делать на отлично. Ну, Чайковский не меньше, наверное, обязывает. Мы старались, старались, и потом по просьбе учащихся, родителей, нашу школу переименовали в школу имени Петра Ильича Чайковского. И это случилось в юбилейный год Чайковского, 14-й год. 175 лет был Петру Ильичу Чайковскому. Ну, конечно, носить имя такого великого русского композитора, патриота России, обязывает намного больше, чем цифра пять. И я думаю, что мы, это имя, приумножит наше желание быть лучшими из лучших. Да, ну вот уже ваша коллега стала лучшей. Вот удивительно. У нас вот и учитель Кочерешка Сергей стал лучшим. Сейчас вот из сферы культуры и искусства тоже лучший педагог. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, чем вам удалось покорить жюри? Потому что заявок было, наверное, очень много. А вот вы-то чем покорили? Ну, вы знаете, я стараюсь ставить максимально высокие задачи. Несмотря на хрупкий возраст моих воспитанников, мы должны соответствовать международному уровню. Потому что, когда выезжаешь на международную арену, несмотря на то, что технически это очень сложно, выполнить этот репертуар, это большой труд, колоссальный. Помимо этого, всегда должна быть художественная вот эта вот проникновенность, которая всегда является вот той последней такой вот ягодкой, вишенкой на торте, которая в чем-то вот дает преимущество другим. И это чувствуется, даже вот это когда проникает в души и сердца тех же членов жюри, и все, уже от этого не можешь. От сердца к сердцу. Такая магия, абсолютная магия. Потому что, да, хармейстерское искусство, оно очень... Его не потрогаешь. Оно абсолютно магическое такое. Несмотря на то, что, как бы, казалось бы, технически это очень сложно. Очень. Сам репертуар освоят детям, десятилетним, которые приходят. За год им надо спеть на 15-17 произведений. Выучите это все. И это вам позволило победить. Да, вы всегда стремитесь к совершенству, успеху вам. Хотя это очень сложно. Вы знаете, что меня всегда поражает, что хармейстер стоит спиной всегда к зрителям, к залу, но столько энергии, такая энергия, что, кажется, перекрывает всех поющих. Достаточно смотреть на хармейстера, вот как он весь в хоре, весь в этих детях поющих. Ну, у хармейстера стоит очень сложная задача, он же проводник от автора до зрителя. И поэтому вот это вот чародейство такое происходящее на сцене. А вы чувствуете зрителя спиной, или вам это не важно? Или вы на самом деле вот только в детях? Только в звучании? В звучании. В звучании. Да. Вот это вот может быть и лучше, нежели вот рассеивать свое внимание. Нет, нет, это звучание, это большая концентрация, это как артист, он обязательно должен настроиться, выйти без этого никак. Энергетика не пойдет, дети не почувствуют и останется просто химия. Ну и ваши ближайшие планы, грандиозные, наверное, какие у школы у вас? Наши ближайшие планы, это в 2016 году России выпала честь в городе Сочи представить хоровую олимпиаду. Как я уже ранее говорила, раньше она проводилась в Китае, в Америке, в Германии, по всему миру. Последний раз она была в Латвии, а в этот раз в Сочи, так же как сначала спортивные игры, так и в этот раз она представляет искусство, хоровое искусство. Это свыше 300 стран участвуют во всем этом мероприятии. И, конечно, уровень и сложность зашкаливает. Вот, и мы готовимся, конечно. Да, но Вералька Садовна приложит тоже все усилия. Мы в конкурсе чемпионов принимаем уже участие, потому что мы принимали в Австрии в такой олимпиаде, вышли в чемпионы. И сейчас уже у нас номинации. Да, то есть мы как бы не в общем потоке. Не в общем потоке, а в чемпионы. Ну, соответственно, нашему девизу «Лучший среди лучших» стараемся. Да, да. Стараемся. Наша школа, конечно, открыта самым смелым идеям. Да. Имеет высокий рейтинг в окружающем социуме. Да, в этом мы уже убедились. Спасибо большое. И большие перспективы развития. Да, удачи вам. Больших перспектив и, главное, стать лучшими из лучших. Да. Вот это вам пришло. Спасибо большое за внимание. Всем хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!